Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинанс и я Елена Беляева и в эфире очередной брифинг, посвященный техническому анализу. Итак, давайте смотреть. Что нас интересует больше всего, это нефть. Нефть в конце прошлой недели отскочила на 25% в цене и спасибо за это, надо сказать, Магио Драги. Сегодня, кстати, еще одно выступление Магио Драги планируется, поэтому будем ждать от него, что он снова подтвердит свои намерения и, соответственно, цена на нефть выйдет из вот этого нисходящего коридора. В пятницу, помните, мы говорили, что до 32 долларов мы ждем с большой степенью вероятности. Дальше будем смотреть. Будет пробиваться трендовая линия нисходящая, либо нет. Пока непонятно. Скорее всего, вот позже на этой неделе эта ситуация определится. События, которые могут повлиять несколько вообще на рынке. Неделя довольно насыщенная, на интересные события. То есть сегодня это речь Магио Драги, сегодня совещание по Сиге в Женеве, в среду заседания ФРС вечером, поздно. Что ждут от заседания ФРС? Ждут какой-то информации более точной относительно того, сколько раз в этом году будут повышать ставку. Мнения расходятся, поэтому там может быть какая-то реакция интересная для рынка нефти. Нас больше нефть, в общем-то, интересует. выгоднее, чтобы чем меньше этих повышений будет за год, тем лучше. То есть если, скажем, всего скажут, что будет один или два, это будет для нефти позитивно. И в конце недели, в пятницу наш Центробанк ставка, тоже может быть какие-то сюрпризы. Поэтому пока в раздумьях рынок дошел до какой-то такой границы и теперь нужна новая информация, которая могла бы дать возможность понять, куда дальше двигаться. Давайте смотреть, что у нас с индексом. Тоже с индексом МВБ. Следующая ситуация. помните, на прошлой неделе мы говорили о том, что в район 1725 с большой степенью вероятности. Почему именно эту границу называли? это был уровень сопротивления достаточно длительное время. С начала 2015 года это была такая крышечка, об которую индекс стукался достаточно продолжительное время. Поэтому здесь находится очень сильный уровень сопротивления. и поэтому пройти этот уровень сопротивления будет непросто. В общем-то есть такая возможность, она есть сейчас. И если цены на нефть выйдут из этого нисходящего коридорчика, который мы с вами смотрели недавно только что, в этом случае есть такая возможность выхода из вот этого тоже нисходящего канала по индексу МВБ и уход в район 1750. Это такой позитивный, так скажем, максимально позитивный сценарий, который может реализоваться на этой неделе. Такой вариант есть. Поэтому будем надеяться, что события, которые будут происходить в первой половине недели, создадут для этого условия, то есть нам нужно, чтобы Марио Драги довольно позитивно выступил сегодня, и нам нужно, чтобы заседание ФРС на нем было озвучено или, по крайней мере, говорилось о небольшом количестве повышений ставки в этом году. Это поддержит нефть, это поддержит соответственно наш рынок. Так, вот такая вот перспектива. Давайте еще глянем на нашу любимую валюту, российский рубль. То есть здесь сейчас рубль находится в задумчивости, тоже коррекция была очень сильная на растущей нефти. их все произошло возврат с 85 рублей обратно под 80, то есть доходили до 77 даже доходила цена на доллар. Вот сегодня, по-моему, если не ошибаюсь, последний день в налоговом периоде, поэтому сегодня еще в общем-то рубли пользуются спросом и возможно тут еще есть некоторые сдерживающие факторы. в дальнейшем все будет зависеть от нефти. Опять-таки, если нефть пойдет выше 33 долларов, то соответственно рубль может укрепиться и дойти до более низких значений. Доллар, извините, может дойти до более низких значений. Рубль укрепится. Такой вариант в общем-то есть, все зависит опять-таки от нефти, поэтому будем смотреть, что будет дальше. с рублем, с долларом посмотрели. Давайте смотреть по акциям, то есть по отдельным бумагам, что там у нас, какие интересные вещи происходят. Значит, ВТБ. Ничего пока новенького нет. Вот этот боковичок, поддержка, очень хорошая поддержка в районе 6,6 копейки. в общем-то довольно-таки удобный плацдарм, чтобы начать какое-то повышение, но пока пока вот то, что происходит здесь, ну, по сути, дело похоже на вот этот разворот, на начало этого разворота, но пока сложно сказать. То есть те, кто покупали от поддержки, в принципе, были правы и пока можно в этих позициях постоять. То есть возврат в район 7,2 копейки ну или 7,15 копейки вот вполне вероятен. То есть здесь по крайней мере отскок до предыдущего уровня сопротивления я думаю, что будет. Дальше там уже как будет рынок. Поможет или нет. По Газпрому Газпром вернулся выше уровня 131 рубль за бумагу. Это хорошо, это тоже позитивно. То есть уровень 131 рубль тоже такой долгосрочный, тоже такой очевидный. И вот этот провал ниже этого уровня он соответственно здесь создавал какие-то риски движения ниже, но в районе 123 рублей все это остановилось и сейчас возврат обратно выше 131 рубля мне кажется, вполне позитивная ситуация. Вопрос. Если это разворот, в лонг встаем, насколько по вашему мнению. На самом деле разворот ли это или нет, пока 100% утверждать не получится. Даже если это разворот, то разворот все равно происходит не буковкой В, то есть упали и отжались, а все равно будут должен быть какой-то контрольный заход. То есть здесь вполне возможно будет скажем и на нефти тоже вполне возможно будет заход вниз. Тут вообще на нефти разворот можно будет констатировать и утверждать, что разворот произошел, когда нефть выйдет выше 38 долларов. То есть здесь еще все возможно. То есть пока и в этом индексе МВБ тоже мы только что смотрели, что здесь тоже вот этот боковик и пока из этого боковика нет выхода, собственно, о чем говорить? То есть то, что немножко ситуация улучшилась и есть какое-то по крайней мере облегчение, то это хорошо, но это вполне может обратно развернуться точно так же быстро. То есть по сути дела такого основания для какого-то стабильного роста нет. Мне кажется, что все-таки вот этот разворот на рынке будет формироваться некоторое время, скажем, неделю, дней 10, как получится. То есть возможно вот это нарост на рынке длиной месяц-полтора примерно на больший рынок сейчас скорее всего не получается его сподвигнуть на большее. Вот этот вот такой участок роста на рынке весной я думаю, что будет. И по моему мнению это будет где-то начало февраля. Поэтому ближайшее время мне кажется это просто формирование разворотной ситуации. Поэтому здесь какие-то может быть и покупки можно делать, но какими-то небольшими объемами с пониманием того, что все это может еще пойти ниже, с пониманием того, что это все еще только начинающийся процесс и вообще еще не факт, что все произойдет в ближайшее время, поэтому пока еще ситуация не подтвержденная. То есть если мы с вами посмотрим на индекс РТС, например, на его график, там никакого разворота нет в помине вообще, то есть даже нет никаких намеков, там однозначно нисходящая тенденция, однозначно вниз, и поэтому говорить, что все, рынок российский разворачивается, мне кажется, пока рановато. Сейчас какие-то начинаются эти разговоры, я не знаю, насколько они обоснованы относительно того, что возможно там будут санкции сняты с России, это американцы упоминали, это французы упоминали эту тему, но это вполне может оказаться как это было раньше, что да, мы снимем санкции, но для этого сделайте нам то-то, 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 и такие условия, на которые реально пойти невозможно. Поэтому если это будет разговор о снятии санкций именно в этом ключе, то тут же будет разочарование, то есть сейчас есть какое-то ощущение улучшения, но очень такое хрупкое, поэтому прокап, разворот очень как сказать утверждать не получается, вот и все. Вот, надеюсь, что понятно объяснило, чтобы были сами в понимании того, что происходит. так, что мы остановились на Газпроме, то есть Газпром вышел выше 131 рубля, отлично, замечательно, но вот тут тоже есть следующие какие-то цели, то есть может просто вернулась цена в такой проторгованный диапазон 131-136, может в этом диапазоне она продолжает двигаться и в общем-то достаточно долго, может там находиться, как было раньше. Поэтому пока здесь вот этот сильный отскок, который был на сильном движении цены на нефть, он случился, сейчас для того, чтобы какое-то сильное движение продолжилось, должны быть сильные новости. Сильные новости могут быть на этой неделе, событий много, но посмотрим, как это будет на самом деле. Дальше ГМК Норникель тоже дошел до верхней границы вот этого нисходящего канала, то есть пока вот этот канал не пробит, пока не побежден, то есть тоже говорить про какое-то позитивное развитие ситуации не приходится, поэтому здесь давайте еще пока понаблюдаем, то есть удержится ли ситуация выше по крайней мере 9000 за бумагу, то есть выход выше 9000 это конечно позитивно, но пока нисходящий канал сели. Дальше Лукоил выглядит неплохо, то есть здесь просто пробой собственно нисходящего канала имеет место, то есть здесь ситуация выглядит довольно позитивно, то есть может быть продолжение движения здесь и тут тоже есть свои там скажем ограничители цели, но эти цели еще достаточно далеко, поэтому здесь в общем-то в район 2550 как скажем примерно может вот эта ситуация продолжить развиваться. Вот дальше магнит магнит в районе 11000 завису, хорошо вышел выше уровня 10500 хорошо, но вот пока 11000 не поддается, но по сути дела вполне может быть после вот такого достаточно мощного захода с 9000 там 300-9400 до 11000 вполне может быть еще такая коррекция в район где-то 10500 тогда возможно уже будет какие-то копиться более такие мощные силы и тогда уже может быть будет здесь более такое более продолжительное движение тоже наверное скорее всего готовиться к весенней ситуации весной я думаю что ремек должен найти в себе силы сколько то порасти вот мтс пока не особо здесь развивается ситуация новотек тоже позитивно лукой у нас есть позитивный пример и новотек есть позитивный пример то есть вышел выше 580 вышел новотек вышел из нисходящего тренда здесь сейчас сейчас уровень 600 ближайший уровень сопротивления тоже если этот уровень будет побежден то продолжению движения скорее всего мешать ничего не будет поэтому на ватеку тоже хорошо относимся здесь ситуация достаточно позитивная позитивно развивается ситуация и вот скажем на нлмк но здесь вот еще есть такой уровень 63 непонятно получится его преодолеть или нет то есть если будет пробиваться 63 то тоже можно попробовать так северсталь здесь в принципе тоже вот эта ситуация она получше выглядела еще в конце прошлой недели и она имеет тоже вариант развиваться дальше сбербанк давайте смотреть сбербанк сбербанк отскочил от уровня тоже в поддержке чуть ниже 85 рублей тоже на прошлой неделе мы говорили с вами о том что вот сюда в район 93 рублей да ситуация дойдет что будет дальше будем смотреть то есть в принципе может быть продолжение движения здесь до уровня 96 вполне вот поэтому пока в общем-то ждем что вот этот позитив еще сохранится некоторое время то есть если будет позитив добавляться с рынка нефти скажем с внешнего фона ну там с точки зрения снятия санкций если это информация там будет подтверждаться то собственно рынок будет двигаться выше и Сбербанк это одна из индексообразующих бумаг и собственно та бумага которую покупают когда покупают рынок поэтому здесь движение тоже будет то есть в чем как бы сказать сомнения почему все-таки вот есть сомнения в том что разворотные рынки происходят потому как к развивающимся рынкам пока отношения достаточно прохладные у инвесторов и то что произошло скажем в конце прошлой недели такой мощный отскок на рынке на рынке нефти и собственно на нашем рынке тоже он в основном был связан с закрытием все-таки коротких позиций то есть рынок был однозначно медвежий коротких позиций было много на рынке поменялось настроение короткие позиции закрыли но не сказать что сильно рвутся открывать длинные поэтому для того чтобы появилось желание открывать длинные позиции нужно чтобы была какая-то основательная информация вот пока честно говоря вилами на воде и поэтому здесь в принципе может скажем так позитив не развиться дальше поэтому сомнения есть поэтому в общем-то с шашками наголо и покупать по широким рынкам широким фронтам по рынку в самом деле пока рановато так еще привилегированный сбербанк да вопрос ну давайте смотреть привилегированный сбербанк ну давайте сначала посмотрим как бы общую картиночку что тут такое происходит да так что-то у меня линии много сейчас лишнее удалю значит по привилегированному сбербанку какая ситуация чтобы понимали так скажем в общем то есть здесь на префах есть восходящий тренд который берет начало в начале 15-го года и в этом восходящем тренде привилегированный сбербанк находится с начала 15-го года то есть то что мы видим сейчас мы видим коррекцию к этом на этом тренде и в общем-то здесь есть вариант продолжения снижения в район 60 этот вариант в общем-то видно невыраженным глазом то есть пока вот если мы смотрим на дневной график если вот так более внимательно взглянуть здесь пока ни о каком развороте вообще речи не идет то есть идет нормальная коррекция после достаточно сильного тренда и эта коррекция пока не выглядит завершенной вот то есть такая скажем так ситуация среднесрочная здесь все-таки вот высказывается в пользу продолжения вот этой коррекции то что мы смотрим более скажем так пристально мы смотрим на коротких промежутках мы слеживаем такие вот микротренды да совсем малюсенькие тренды которые формируются там в течение недели например то есть здесь мы смотрим уже вот такую более подробную трендовую ситуацию то есть здесь было снижение с начала 2016 года было снижение с уровня где-то 76 рублей в район 63 63 с половиной то есть это вот тенденция которая сложилась в начале года она вроде как затухла то есть вот эта тенденция завершилась это совершенно не значит что сейчас быстренько начнет формироваться тенденция противоположного направления то есть тенденция роста то есть немножко все равно нужно какое-то время чтобы тенденцию развернуть поэтому сейчас мы видим что здесь у нас до 70 рублей ПФ в таком коррекционном росте достали а сейчас они ну в общем-то потеряли желание двигаться выше потому как короткие позиции которые здесь были они закрыты длинная не особо много желающих открывать поэтому пока вот здесь должно вот эта вот ситуация отстояться то есть должны вот эти определиться уровни от которых будет отталкиваться цена должен подтвердиться сопротивление то есть пока поэтому идет сейчас ситуация в стадии переходного процесса вот поэтому так вы спрашиваете что держать или не держать все зависит от того что какие какой у вас горизонт вот этой позиции то есть что вы ждете то есть у вас краткосрочная позиция на там пару дней или у вас позиция такая позиционная такая торговля то есть вы хотите поймать такую долгосрочную ситуацию поэтому вот определитесь со своими предпочтениями и соответственно на соответствующем графике соответственно смотрите ситуацию так 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 дальше что нас еще интересует привилегированный сбербанк в общем-то ой сбербанк сургут нефтегаз привилегированный выше 45 ушел тоже на прошлой неделе позитивная ситуация здесь можно тоже в длинных позициях пока посидеть так ну и пожалуй что пока все интересное так про лоросу да этот традиционный вопрос про лоросу что должно случиться чтобы лороса поднялась выше 60 рублей ну здесь я я я не знаю что должно случиться чтобы конкретная бумага что-то там из себя изобразила но в основном то что мы ждем сейчас по рынку чтобы по рынку сложился какой-то какая-то позитивная и более-менее долгосрочное позитивное ожидание вот мне кажется что весной такие такие такой позитив на рынке сложится то есть по моим ожиданиям это где-то вот февраль-март месяц и скорее всего это будет связано с подтверждением разворота на рынке нефти и скорее всего это будет уже ну возможно и какие-то позитивные вещи такие политические будут сопровождаться и тогда настроение на рынке сменится на более позитивное и тогда инвесторы не будут принимать нашим рынком и понесут на него деньги вот тогда как только на рынке появятся покупатели тогда мы будем видеть рост в тех бумагах которые выглядят позитивно с точки зрения инвесторов то есть в Алросе так как бумага не самая ликвидная и сюда деньги будут доходить только тогда когда покупатели купят все ликвидное сюда тоже может дойти рост но немножко позже вот поэтому в основном вообще все что сейчас происходит на рынке все движения они зависят от притока оттока денег то есть для нашего рынка сейчас очень важно чтобы на него пошли хоть какие-то деньги пока вот инвесторы не особо хорошо относятся к развивающимся рынкам в принципе ну и к российскому рынку еще хуже чем к развивающимся в целом поэтому вот пока вот такая вот ситуация она под вопросом то есть должны быть основания для того чтобы понимать что деньги на рынок идут и что они будут идти еще какое-то время то есть все зависит от этого так золото энергетика давайте золото золото будет точно ждать заседания фрс то есть здесь такая перспектива в общем очень важно понять сколько раз в этом году будут повышать ставку вот если мало то золоту это будет хорошо то есть пока здесь какие-то намеки на графике золота есть желание двигаться выше есть но нет пока оснований то есть вполне возможно что вот эти основания будут появиться после оглашения решения федерального резерва то есть после ну скорее всего после конференции Джанет Йеллен если такая конференция будет честно говоря точно не знаю вот поэтому среда вечер 22 часа и после 22 смотрим там уже будет по золоту я думаю что более понятная ситуация так по электроэнергетике давайте посмотрим вернемся обратно на акции посмотрим что у нас может быть интересным да интересные варианты у нас какие это ну во-первых фск скорее всего тут есть какие-то потенциально интересные возможности у этой бумаги да тут вот такая нисходящая тенденция она достаточно долго уже длится и в общем-то пока честно говоря не очень подает каких-то сигналов позитивных давайте мы с вами сделаем следующим образом мы сначала посмотрим на график индекса энергетики да энергетического индекса индексы обычно смотрят недельные графики поэтому давайте посмотрим что у нас тут на недельном графике какая ситуация вот то что вы видите на недельном графике вот прошлая неделя такая белая свечка в общем-то имеет место но честно говоря здесь пока ситуация ну вот ее позитивной ну никак не назовешь то есть она больше боковая и вот то что мы видим сейчас здесь на недельном графике нам нужно чтобы хотя бы вот эта текущая неделя закрылась белой свечой с образованием нового максимума тогда вот хотя бы можно будет ну какие-то ожидания здесь строить и там уже что-то смотреть вот поэтому пока вот ничего не обещает здесь какой-то вот позитивной ситуации ну и ФСК мы посмотрели там однозначно нисходящий тренд Росгидро давайте посмотрим вот здесь есть такой диапазон боковой сложился еще с декабря этот сложился вот был провал вниз из этого диапазона но вот сейчас пытается цена вернуться обратно в этот диапазон то есть вполне возможно если она в него вернется она дальше будет продолжать формироваться и двигаться в этом диапазоне почему потому что здесь ну в общем-то вот этот уровень сверху уровень сопротивления он он такой достаточно очевидный достаточно прочный и для того чтобы двигаться выше нужны какие-то основания пока нет этих оснований но я тоже думаю что если с рынком будет все хорошо то есть по крайней мере по рынку будут какие-то позитивные вещи формироваться весной весь рынок будет расти то в общем-то и остальные бумаги могут подтянуться поэтому здесь смотрим по пробою вот этого сопротивления тогда в общем-то когда этот пробой состоится тогда можно попробовать поучаствовать сейчас смысла как-то не имеет так но еще что там посмотреть из энергетики интерау тут немножко более позитивная ситуация за счет того что здесь был выход вот рубль 25 был пробит был сверху тест этого рубля 25 то есть сейчас цена закрепляется выше этого уровня рубля 25 в принципе какое-то время может вполне здесь ситуация устаканится и может быть продолжение движения дальше поэтому здесь нужно следить смотреть как тут ситуация развивается можно в общем-то может удастся поймать какой-то позитивный вариант вот так ну и еще что у нас есть что у нас есть фьючерс на индекс ртс да ну в конце недели был конечно чудесный заход на 9 процентов вверх по фьючерсу на индекс ртс да это понятно нефть на 25 процентов отросла в общем-то буквально в короткое промежуток времени то есть нефть она двигается если в процентном отношении смотрите она двигается мощнее чем индекс вот и здесь был такой мощный отсковка в конце прошлой недели но вот если мы будем с вами смотреть опять-таки на трендовую ситуацию честно говоря пока остается в силе вот этот нисходящий тренд то есть здесь сопротивление где-то в районе 71 тысячи и пока это сопротивление не будет пробито о чем-то каком-то развороте ситуации пока говорить не приходится поэтому пока рассматриваем что то что было на прошлой неделе это был отскок это было движение на закрытии коротких позиций длинные позиции пока что-то никто не разбежался открывать пока довольно-таки сдержанно вот поэтому смотреть будем по ситуации по тем событиям которые будут их будет на этой неделе достаточно поэтому возможно будут поводы для более таких интересных движений здесь смотрим вот как раз пробой этой трендовой линии пробой 71 тысяч тогда в общем-то будем подключаться вот такое такие новости давайте на этом будем завершать всем спасибо за внимание и до свидания до завтра